Шалом, друзья! Мы продолжаем говорить о известных личностях в Торе. Сегодня наш персонаж Ноах. Имя Ноах переводится как «легкий или удобный». Отца его звали Ламех, а дедушку Мэтушелах. Маму его звали Амуша. За неделю перед потопом Ноах похоронил своего дедушку Мэтушелаха, заслуги которого сдерживали днев Творца. Это произошло в 1536 году, сотворение Адама. Ноах родился за 600 лет до начала потопа. Это примерно 27 век до н.э. или в 1056 году, сотворение первого человека. На 480 году его жизни он получил порочество о потопе. Это произошло за 120 лет до начала самого потопа. За 120 лет этих Ноах успел посадить, вырастить, срубить деревья для строительства ковчега. В течение этих 120 лет Ноах предупреждал всех, кто приходил к нему и готов был его слушать все время, пока строился ковчег. Он не хотел жениться, зная о надвигающейся катастрофе, и женился за 100 лет до потопа только лишь по настоянию Всевышнего. Его жену звали Наама. Она была дочерью Лемеха и сестрой Туваль Каина. И дочерью жены Лемеха Цили. И представительницей рода Каина. По другому мнению, она была дочерью Ханоха из рода Шета и его прабабушкой. У него было трое детей. Шем, Хам и Яфет. Считалось всегда, что Шем прародитель семитов. Яфет прародитель остальных представителей индоевропейской расы. Хам прародитель негроидной и прочих цветных рас. Великому потопу предшествовал предупредительный потоп, уничтоживший треть всего человечества. У Ноаха были одежды Адама, которые помогали ему в поисках каждой твари по паре, как и посох Адама. Но неизвестно точно, пользовался он им или нет. Он не успел привезти всех животных, оставшихся, которые нужно было привезти в ковчег, и они пришли накануне потопа к нему сами. Когда начался потоп, люди собрались для того, чтобы разрушить ковчег и убить Ноя. Они думали, что таким образом смогут его предотвратить. Но дикие животные, таких как лев, помешали им. Все необходимые животные вместились в ковчег только лишь чудом. Двое не вместились в ковчег. Рээм – это очень крупное, легендарное животное. И Огу – великан, позже ставший правителем Башана. Нох их подкармливал через специальное окошко. Потоп начался с извержения подземных гейзеров. Это произошло 17-го числа 2-го месяца, в 1536 году, с сотворения Адама. Потом пошел дождь. Потом уровень воды начал подниматься, пока она не затопила горы на 15 локтей. Вода потопа местами была кипятком. Ноя не мог поверить в происходящее даже тогда, когда потоп уже вовсю происходил. Он не заходил в ковчег до последнего момента. Богу самому пришлось столкнуть его внутрь ковчега и закрыть вход. Источники света в ковчеге служил специальный драгоценный камень. В ковчеге Ной и его семья провели целый год. Вода сошла к 17-му числу 2-го месяца 1537 года, с сотворения Адама. Они вышли из него 27-го числа 2-го месяца. Все это время, чем они занимались, они ухаживали за животными и кормили их. И людям, и животным было запрещено размножаться в ковчеге. Этот запрет нарушили трое. Хам, ворон и собака. Каждый из них получил свои проклятия по этому поводу. К моменту выхода из ковчега у хама родился Кнаан. После потопа первое, чем занялся Ноах, построил жертвенник и принес жертву Богу. После которых, как известно, Творец пообещал никогда больше не повторять такой катастрофы. По некоторым мнениям, Ноах был так обессилен и подавлен всем увиденным, что приношение закончил за него приносить его сын Шем. Радуга стала знаком союза Бога с потомками Ноаха. Это не самый радостный праздник. Он обозначает, что если бы не обещание, потоп был бы повторен. В заслугу Ноаха Бог ослабил некоторые проклятия Адама. Такое, например, как колючки и сыроняки будут расти у тебя. Ноах увидел состояние земли после потопа и заплакал. И стал спрашивать Бога, почему он не остановил катастрофу. Бог в ответ спросил Ноаха, а где были твои слезы до потопа? Почему ты не молил меня об этом раньше? С тех пор потоп принято называть также и водами Ноаха. После Ноах занялся, как известно, земледелием. Посадил виноградник и напился. Может быть, поняв, что он мог не допустить потопа. Ноах придумал такие орудия, как серп, лук и топор. По некоторым мнениям, даже колесо. Когда Ноах заснул голышом в шатре, хам украл у него одежду Адама. А его внук Кнаан, родившийся в Ковчеге, тот самый, оскопил своего деда. Поэтому больше детей у Ноаха не было. Это и стало причиной проклятий в адрес и сына, и внука. Ноах дожил до начала строительства Вавилонской башни. Авраам встречался с ним. Всего Ноах прожил 950 лет, потому как 50 из своей тысячи отдал пророку Моше. Ноах получил 7 заповедей и распространил их для всех своих потомков. Запрет идолопоклонства, верить в единого Бога. Запрет богохольства, уважать Бога. Запрет убийства, уважать человеческую жизнь. Запрет прелюбодеяния, уважать чужую семью. Запрет воровства, уважать чужое имущество. Запрет употреблять плоть, отрезанную от живого животного. То есть это о сострадании к живым существам. И заповедь создать справедливое общество, справедливую судебную систему. Ноах записал в книге знания, передаваемые еще от Адамы. И основал Бейт-Медраж, то есть Дом Изучения, который продолжали поддерживать его потомки Шем и Эвер, в котором потом пополняли свои знания все наши праоцы. Авраам общался с Ноахом и учился у него. Аврааму было целых 58 лет, когда Ноах умер. Это произошло в 2006 году от сотворения Адама. И около 1755 года до нашей эры он прожил всего, как мы сказали, 950 лет. После потопа Ноах стал прародителем всего человечества. До сих пор все люди должны называться не иначе, как Бней Ноах, потомки Ноя. Ноах был реинкарнацией Эвеля. Он, в свою очередь, вместе с годами жизни отдал часть своей души пророку Моше. Вот такие интересные факты мы сегодня с вами перечислили. О интереснейшем из персонажей Торы, о Ноахе. Продолжение следует...